Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4. Это челлендж раздвоения личности. Вы смотрите восьмую серию. Предыдущую седьмую серию вы можете посмотреть на канале у Игоря, ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Наша Рэйчел находится в парке, в окружении своих друзей. Да, это ее друзья, и она не поймет вообще, что они здесь делают, кто это такие. Поэтому я сразу отменяю ей действия общения, чтобы она с ними не разговаривала, потому что она не поймет, что здесь происходит. Она быстренько переодевается в свою одежду, становится злой Рэйчел и покидает эту странную компанию. Да, ей нужно сходить в туалет, потому что потребности падают потихонечку, и покушать нам надо будет, кстати, такой симпатичный парень. Я не бы сказала симпатичный, такой вот он интересный, с бородой, в очочках, надо бы его запомнить, звать его Фридрих Неттер. Вот, и эта девушка, кстати, ее зовут Евгения, а мы знакомы с ее мамой Алиной, и мы с ней даже враги. Вот так, вы помните, мы с ней даже раз подрались в спортзале. В общем, это ее мама. Получается, добрая Рэйчел дружит с Евгенией, а злая Рэйчел, наоборот, враждует с ее матерью. Так, нам нужно покушать, и нам звонят, ребята, нам звонят. Здравствуйте, здравствуйте. Не хотите ходить? Ну, конечно, хотим. Ребята, нас приглашают на свидание. Это Маркус. Это тот парень, который нам понравился. Хотя нет, я бы не сказала, что он нам понравился. Он нам вообще не понравился. Мы на него навели куклу Вуду, или как сказать, в общем, мы гадости ему с помощью куклы Вуду делали. А он в нас влюбился, оказывается. Смотрите, он звонит и приглашает нашу Рэйчел на свидание. Конечно же, мы соглашаемся, потому что что нам кушать, тратить свои деньги, самим готовить еду, если в баре мы что-нибудь съедим, наверное, да? Так что мы не отказываемся от приглашения и отправляемся с ним в бар. Да, он пригласил нас в бар, потому что, мне кажется, ребят, он влюбился в нашу Рэйчел. Она ему очень понравилась, и он совершенно не видит, что она такая вся злодейка. Он видит в ней только положительное и все хорошее. А Рэйчел вообще плевать на него хотела. Она в небо смотрит. Не знаю, что он там в небе-то увидел. Рэйчел, что там в небе? Боже, что-то у меня не получается. Ладно. Не получилось камеру наверх направить. Давай-ка, Рэйчел, присаживайся с ним на скамейку и будем его мучить. Да, мы будем его терроризировать, потому что Рэйчел его ни капельки не любит. И она с него будет смеяться, говорит, ты, говорит. В общем, да, парень этот в нее влюбился, а она его не любит. И, конечно же, она его будет всячески подкалывать и делать разные пакостные действия, чтобы посмеяться. Чтобы, да, она у нас такая девушка, любит кого-нибудь помучить, поиздеваться и совершенно не думает о чувствах других. И, в общем, раз парень пригласил ее на свидание. Смотрите, у них плюсики даже идут, хорошие отношения. В общем, она все равно не хочет с ним заводить романтические отношения. Она хочет просто посмеяться над тем, какой он нелепый и смешной. Ну, а парню, по-моему, на самом деле понравилась наша Рэйчел. Давайте сделаем еще какую-нибудь пакость. Сделаем вонючее облако, почему бы и нет. Вот, смотрите, она ему рассказывает про проглотис людоедя, о том, что проглотис людоедя ест людей. Давайте создадим нелепый слух, ну и всякие другие пакостные действия поделаем. Только смотрите, ребят, мы его приглашаем на выдуманные вечеринки, делаем всякие гадости, рассказываем. А он либо не верит, либо он совершенно не хочет реагировать на пакости Рэйчел. И, видите, даже счастлив, рад. Она ему очень нравится, хотя она его обманывает постоянно. В общем, да, парень на самом деле влюбился. Она ему воздух портит, а он или не нравится. Ну, особо-то, конечно же. Так, говорят, вы Джонни Фостер. Это Джонни Фостер? Нет, это Маркус. А кто такой? А, Джонни Фостер это... Нет, это не тот. Это, я думала, это тот с бородой. Это кто-то другой. В общем, еще какой-то Джонни Фостер. Он наш друг. Да, Игорь дружит со многими симами. Маркус, Джонни. Вот, Джонни Фостер неряха, злой и еще какой-то, и самоуверенный. С ним подружилась Рэйчел. Но наша злая Рэйчел никакого Джонни Фостера не знает. И плевать она на всех Фостеров хотела. И на Маркусов тоже. Поэтому мы получили, кстати, достигнули шестого уровня в навыке пакости. Давайте мы пошалим еще шокером и поделаем что-нибудь с куклой Вуду. Потому что Маркус нас уже достал. Он пришел и флиртует с нами на свидание. Рассказывает, какая Рэйчел красивая. А Рэйчел это уже действительно надоело. Кстати, он нормально отреагировал. Она его током шибанула. И нормальненько заявить, что вы злой гений. Призраки тут всякие лазят. Давайте еще какую-нибудь пакость сделаем. Потому что что-то мне не нравится. Он слишком что ли влюбился. Давайте мы его испугаем. Есть такое действие испугать. Мы его сейчас напугаем. Вот, может быть, он разлюбит Рэйчел. Или бесполезно. По-моему, вообще минусы не идут. Только плюс. И, кстати, Игорю это в плюс. Мы с ним как бы общаемся. И, наверное, даже, может быть, подружимся. Хотя я делаю только пакостные действия. И я, наверное... Вот мы его напугали. Но напугался он или нет, я не знаю. Давайте позанимаемся магией Вуду. И немножечко намочим нашего Маркоса. Я не знаю, как это на него повлияет. У них что, вечеринка призраков? Наверное, да. Там вечеринка призраков. Туда в призраки бегут. Но все эти призраки сгенерированы игрой. Смотрите, мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, Рэйчел себя намочила. Не куклу Вуду. Не действует у нас пока. Так, давайте еще позанимаемся магией Вуду. Давайте мы уколем шипом. Или чем там уколоть. Нам кушать, кстати, надо. Нужно будет обязательно сейчас куда-нибудь отправиться, чтобы поесть. Давайте шип такой. О, боже мой. Жалко мне что-то этого Маркоса. Не знаю, как он на это отреагирует. Надеюсь, живой останется. И ничего страшного с ним не случится. Но... А, он рассердился. Он рассердился. Вот смотрите, какой-то парень идет. Какой парень. Мне кажется, он засмотрелся на нашу Рэйчел. Да, такой мимо проходит. Или не засмотрелся. Такой симпатичный. Нужно... Кстати, давайте запомним, как его зовут. Вроде как посмотрел Джеймс и посмотрел на нашу Рэйчел. Не знаю, просто я с кем нам еще заводить романтику. Нужно присматриваться к разным симам. Все, короче, Маркос, ты нас достал. Все, ты меня уже заколебал. Давайте мы на него... Мы его просто оскорбим и будем отсюда уезжать. Мы скажем, что он Лама. И до свидания, Лама. Свидание заканчиваем рано, потому что это отстойное свидание. В общем, ты нас на ужин даже не пригласил. Думаю, пора прощаться. И, пожалуйста, больше не звоните. Да, ради бога, иди отсюда. Чтоб я тебя больше не видела, да. Не впечатлил ты нас. Еще нам такой романтик не нужен. В смысле, романтические такие отношения. Так, ребят, давайте возьмем наш телефон и выберем действие отправиться. Потому что нам нужно покушать. И, в общем, сейчас мы отправимся куда-нибудь в поисках еды. Нашей Рэйчел нужно где-нибудь подкрепиться. И зачем нам, допустим, идти к себе домой, собственно, опустошать собственный холодильник, если можно пойти к кому-нибудь в гости и у них взять еду. Ну, да, я думаю, что это будет лучше. Поэтому я предлагаю нам сегодня отправиться в гости вот в этот дом, в эту семейку. Здесь живет семейство синеволосых, синеглазых, синеглазых сперов. Вот мы с ними знакомы еще из челленджа «7 пятниц на неделю». Там мы знали их отца, ну, отца всей этой тройки. Вот, и подписчики много писали в комментариях на ютубе и вконтакте, чтобы мы проведали эту семейку. Ну, или писали о том, что жалко, что мы их не встретили. На самом деле мы мало кого встречаем, наверное, процентов 10 из всех подселенных симов, потому что симов очень много, Рейчел одна, и, конечно же, симов больше, чем 200 в сохранении. И одновременно в какой-то локации мы обычно видим там 5, ну, 10 симов от силы. То есть, ну, процентов 10 мы встречаем в каждой серии, не больше. Вот, мы прибыли к ним домой. Давайте мы сразу же их всех грубо поприветствуем, потому что наша Рейчел злодейка, у нее плохое настроение. Она сразу говорит, что вы, говорит, все, говорит, синимордые, говорит, что у вас, говорит, глаза голубые, у всех волосы голубые. Вы, говорит, что, говорит, голубые, что ли? Говорит, вы, что, говорит, волосы, говорит, все банкой краску на голову вылили, говорит, что у вас, говорит, с генетикой? Все, говорит, страшные какие-то, говорит, и синие волосы, что с вами не так-то? В общем, она наехала на то, что они тут все синие. Давайте мы постучим, 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 не получается, вот, постучим к ним домой и пойдем, собственно, посмотрим, что у них есть в холодильнике. Что нам с ним болтать с этими синими, да, пойдем и посмотрим, что у них имеется в холодильнике. Накричали на них, потому что Рейчел, правда, нужно покушать и нужно нам что-нибудь съесть. Так что давай, иди, открывай дверь и заходи, чувствуй себя как дома, не забывай, что ты в гостях, но нам пофиг. Наша Рейчел, она вообще как бы не особо-то заморачивается в гостях, она не в гостях, хочет есть, пошла, поела у чужих и все, ей нет проблем. У нее, кстати, плохое настроение, плохой мудлет из-за куклы Вуду. Так, вот здесь у них холодильник и давайте мы, наверное, подать ужин. Ага, фигушки, что мы им подадим? О, нет, мы им подадим, ребята, я предлагаю накормить все это семейство, почему бы и нет. У нас есть любимое блюдо, у меня лично, я не знаю, как у Рейчел, но у меня точно есть любимое блюдо, называется оно сосиски с фасолью. И после него очень хороший эффект, который должен вызвать смех. Ну, в общем, посмотрим, что будет у нас. Так, я знаю, что вот этим вот кормят жрульку. Вот этим вот у меня в династии Стекленбург кормят жрульку. И, наверное, сосиски с фасолью делаются из того же, чем кормят жрульку. Кстати, мы получили навык кулинарии и совсем не умеет наша Рейчел готовить. Наверное, это вообще в первый раз в жизни она готовит. Но если бы не сосиски с фасолью, то я бы вообще не стала бы готовить. Кстати, у нас... Ой, все, быстро, так, ничего себе. Так, давай пригласим за стол. Я бы, конечно... Не-не-не, подожди, не туда нажимаю, не туда нажимаю. Пригласить за стол. Я бы, конечно, не приглашала их, потому что мы сюда пришли не их кормить, а сами поесть. Но раз такое блюдо, то стоит пригласить. Только, я не знаю, они тут спать пошли. И они вот уже завалились. Аманда и братец ее Шон, и еще третий где-то брат. В общем, я думаю, что они сейчас проснутся. По крайней мере, на это надеюсь. И присоединятся к нашей трапезе. Да, вот уже они приходят, подходят, будут кушать. И мы заодно будем сразу же с ними пакостничать. Почему бы и нет? А он сразу понял, что мы будем пакостничать. И убежал, ай, испугался. Но вот этот вот не испугается. Слышь, ты не из трусливых? Давай, ты не из робких? Давай, мы тебя сейчас... Мы сейчас что-нибудь... Ну, я не хочу вставать. Я хочу, чтобы ты присел сюда, мужик. Ну, ты же не боегус. Тоже испугался? Не, не испугался. Отлично. Сейчас мы его помучаем. Сейчас мы заодно ему расскажем. Давайте мы будем делать пакости и чего-нибудь такое не очень хорошенькое сделаем. Рассказывать будем выдуманные вести. А братец его убежал на улице. Он понял, что с Рейчел лучше не связываться. Давайте соврем про карьеру. Скажем, что мы работаем, я не знаю, мэром города. А он и офигеет. Говорит, да вы шоу. Я аж заплакал. Говорит, да, испугался, что мы сейчас с него будем требовать налоги. И скажем, что мы со смертью знакомы. И что, если что, смерть может прийти по любому нашему звонку. Можно сразу сделать вонючее облако. Вроде как от сосисок с фасолью будем считать. Кстати, когда они доедят, нужно будет понаблюдать за ними, не будут ли они портить воздух. Потому что от этого блюда вот такие вот последствия. Кстати, их сестричка решила поспать и присоединяться к нам не хочет. Видимо, поняла, что Рейчел тот еще фрукт. И лучше вообще с ней не общаться. Ну, а братья, видите, посмелее. Особенно этот. Как тебя звать-то, мужик? Шон его зовут. А другого и другого как-то тоже зовут. Вот она воздух испортила. Но он где-то там. Ладненько. Давайте мы с этим будем пакостничать, раз он уже к нам подсел. И нам нужно прокачивать навык пакости. И поэтому давайте... Что у меня сегодня с мышкой? Я не знаю, как-то странно. Как-то странно она бегает. Господи, что ж такое? С мышкой, наверное, что-то. Не знаю. Блин, нажимаю на одно, а куда-то перескакивает. У меня все. Давайте мы внушим ему поддельное чувство уверенности и пригласим на выдуманную вечеринку. Уже наша Рэчелла даже взгрустнула от того, что она безумная. А вообще нам по... Ты что, давай с тобой попакостничаем. Ты посуду решил помыть. Сейчас мы Джим его зовут. Не помоешь ты посуду. То есть помоешь, но сейчас мы тоже тебе гадостей всяких наговорим. Давайте пакости пригласить на выдуманную вечеринку. Нам нужно засолить сливы в трех домах, совершить ритуал Вуду пять раз и достичь десятого уровня в навыке пакости. Кстати, мы ритуал Вуду уже совершили два раза. Это, наверное, когда мы были в баре и были на свидании с тем безумным парнем. То есть не безумным, а странным парнем, потому что он влюбился в нашу странную Рэйчел и никак не реагировал на ее паксные действия. Так, ну в общем, сейчас мы их по полной разделаем, этих парней. И давайте мы сейчас, короче, накричим на них еще. Скажем, что их мама лама, почему бы и нет, пусть знают. И давайте насмехаться над одеждой. Да, скажем, жалко, что нет, насмехаться над синими волосами. А то бы Рэйчел сейчас бы с них со всех поржала. Да. А, кстати, я не знаю, если мы делаем злые действия, наверное, все-таки не засчитывается. Не засчитывается, наверное, навык пакости, поэтому лучше нам все-таки пакостью заниматься, а не злыми действиями. Все, нам нужно еще создать нелепый слух, и я, пожалуй, пойду, наверное, и забью у них слив. Почему бы и нет, нам нужно выполнять жизненную цель. Кстати, ребята, это уже последняя ступенька жизненной цели. Очень как-то быстро все продвигается. Конечно же, достичь 10 уровня в навыке пакости, это будет сложно. И я думаю, что серии 5 еще мы будем этим заниматься. Ну, лично моих серий 5. Но я не удивлюсь, если челлендж закончится, ну, где-то на серии 20 он будет. Потому что как-то, правда, быстро выполняется жизненная цель. Изначально я думала, что будет серии 30, но теперь мне кажется, что слишком быстро все выполняется. Так, Ричел, ну давай еще какую-нибудь пакость сделай. Блин, у меня мышка реально что-то бегает. Надеюсь, что вас это не сильно раздражает. Так, создать нелепый слух. Давайте создадим. А братья, правда, видите, не из робких сидят, так общаются с нашей Ричел. А сестричка убежала, видимо, сразу поняла, что лучше не трогать ее нежную психику. Так, нужно нам еще, знаете, что мы шокером вот пошалим. Да, пошалим с шокером, типа попрощаемся с ними. Не, он решил, ребят, он разозлился и не хочет общаться с Ричел. Давайте тогда пошалим с шокером мы с другим. Да, вот с Джимом. С ним пошалим с шокером, а тот пошел спать и будем, наверное, забивать слив. Уже у нашей Ричел все отлично. Все замечательно, потребности мы подняли. Так, давайте пошалим. Типа пока, мужик, было очень вкусно. Вы готовите просто супер. То есть, это вообще она приготовила, но... А, он не обиделся даже. Нормально. Он нормально отнесся к тому, что мы вот так вот сделали. Так, а теперь я хочу забить слив. Забить слив. Вот, у нас есть действие. Теперь мы можем забить слив. И теперь будем портить им сантехнику. В общем, пусть знают, что такая есть Ричел в городе. И лучше с ней не связываться. Пока они, конечно же, этого еще не знают. Все, Ричел, хватит с ним болтать. Пусть идет купается, спать ложится. А, мы идем забивать слив. Да не грусти, сейчас забьешь слив, и сразу же настроение улучшится. Вот увидишь, сразу же все будет хорошо. Так, у нас три слива забить. И подружиться нам... А, нет, подружиться. Подружиться это надо Игорю. А нам нужно, наоборот, достичь 10 уровня в навыке пакости. И совершить ритуал Вуду пять раз. Я, ребят, вообще хочу купить еще одну куклу Вуду и привязать ее к кому-то другому. Потому что, ну, как бы одна кукла для... О, не получилось. А, нет, все-таки, да, забили. А, вот забить слив, это сломать имеется в виду. Все у нас получилось. Все отлично. Просто было такое, вроде мне показалось, не очень хорошее. Минусы у нее пошли. Но на самом деле все хорошо. Так, у нее мудлет шму-шму и шалость удалась. В общем, она рада, что она напакостничала. Все, Рэйчел, мы уходим с этого дома. Мы сделали все, что мы хотели. Мы забили им слив. Мы пошалили шокером. И давай-ка мы будем отправляться домой. Потому что я хочу купить куклу Вуду. Мы посмотрим в компьютере. Наверное, приобретем ее. А зачем я это делаю, ребят? Зачем я это делаю? Не буду я этого сделать. Я просто нажму на домик и мы пешочком отправимся домой. Да, это будет немножко дольше, но мы посмотрим, как наша Рэйчел идет. Посмотрим на ее мысли. Да, давай, возвращайся домой. Пешком в Винденбург. Тут недалеко из Азии Спрингс. Как раз пробежка тебе не помешает. Я, конечно же, хочу нашей Рэйчел еще развивать навык фитнеса, чтобы она была в лучшей физической форме. Потому что, если вот, допустим, сейчас устраивать какую-то драку, то это 100%. Но 99%, что она проиграет. А мне бы хотелось все-таки, чтобы она побеждала. Наконец-то мы прибыли домой. Боже мой, мы в этом челлендже вообще дома практически не бываем. Вечно по общественным участкам, вечно где-то бегаем. И дома нас практически никогда нет. Ну вот, пришли наконец домой. И наша Рэйчел сразу же сама побежала к компьютеру. Она, наверное, пакостничать хочет. Я не знаю. Да, она хочет пакость. Ребята, она сама выбрала действие. Я не давала ей такого задания. Она сама выбрала действие флудить на форумах. Ну, правильно, пусть это делает, потому что нам нужно развивать навык пакости. Вот, у нас пока что шестой. А у Игоря, кстати, уже седьмой обаяние. То есть, Игорь нас обгоняет. У нас пакость шестой, а у него обаяние седьмой. Нам нужно поднапрячься и больше пакостничать. Вот, мы уже засорили сливы в одном доме. И нужно еще два раза это сделать. Вот, и совершить ритуал Вуду пять раз. Поэтому я нам сейчас предлагаю поискать здесь куклу Вуду, купить, купить куклу Вуду, заказать. Заказать куклу Вуду еще одну. Вот, давайте сразу, нам нужно пять, да, давайте четыре вот закажем и каждую, наверное, к кому-нибудь привяжем. Вот, у нас есть несколько кукол Вуду. Это привязано к Маркосу, а эти пока еще никому не привязаны. Будем искать себе жертвы, будем их мучить и так далее. Вот, я думаю, что мы, наверное, вот как раз-таки к этим всем пяти куклам найдем своего хозяина. Нет, хозяин для кукол это и есть наш Рейчел, жертв, да, жертв для этих кукол. Кстати, ребят, видите, у нас тут грязно, столько, не знаю, непомытой посуды и еды какой-то. Я предлагаю нам просто нанять, нанять, господи, услугу, нанять уборщика. Пусть приходит, нам все это перемоет, потому что я не хочу, не хочу этим всем заниматься. Я думаю, что Игорь тоже не хочет этим заниматься, потому что у нас есть другая цель. Мы развиваем или ходят у нас. У нас есть? Да, у нас есть прислуга. Эти уже запланированные. Они запланированы. Давайте пиццу закажем, а что? Что было? Давайте, или массажиста. Бесплатный найм. Чтобы выбрать эту услугу, вам понадобится массажный стол. Давайте купим массажный стол. Давайте массажиста наймем, а потом его помучаем. Почему бы и нет? Жалко, что это будет сим с генерированной игрой. Очень жалко. Ну ладно, уже раз я решила. Давайте купим массажный стол и пригласим нам массажиста. А потом его, я не знаю, помучаем. Давайте какой-нибудь... Где поставить? Может быть в спальне? А может быть... А может и не в спальне. Нигде у меня теперь эта штукенция не поместится. Потому что она слишком большая. Нет, вот здесь где-то было место. Да, мы можем поставить вот, наверное, сюда. Или все-таки лучше на улице. А почему бы и нет? Давайте мы поставим на улице. Я думаю, что на улице тоже нормально делать массаж. Тем более у нас здесь бассейн. Здесь все классно, красиво. Все, отлично. Давайте теперь вызовем мы парня. Я надеюсь, что это будет парень. И придет и сделает нашей Рэйчел массаж. Давай, Рэйчел, заказывай массажиста. А потом привяжем к нему куклу Вуду. Вообще нет, привязывать мы к нему куклу Вуду не будем. Потому что он будет сгенерированной игрой. А я бы все-таки привязала... А, кстати, бесплатный найм. Мы даже ему платить не будем. Мы будем ему платить только за то, чтобы он нам сделал массаж. К сожалению, наше время уже практически заканчивается. Уже 5 утра. Спасибо за аренду массажиста. Он скоро прибудет. Массажиста арендовали. Ну, давай покажись, массажист. Что там у тебя за рожа? Интересно на тебя посмотреть. О, он, кстати, идет с другого входа. И, боже, она старая. Кошмар какой-то. Ну, ладно. Давайте мы пройти сеанс массажа. Какой-нибудь хороший, наверное, спортивный. Давайте спортивный сделаем массаж. Наша Рэйчел хочет быть спортивной. И как раз на этой ноте закончим серию, когда наша Рэйчел будет получать массаж. Вот почему сгенерированной игрой приходят массажисты? Почему не пришел... Не знаю, почему не работают массажистами какие-нибудь симы, которые здесь проживают, уже созданные вами, например. Все, у нас осталось полчаса. И наша Рэйчел забудет все, что происходило ночью. И станет злой Рэйчел. И будет всячески... Перестанет пакостничать и начнет выполнять всякие только добрые действия. Вот мы с Игорем идем практически нога в ногу. У него чуть-чуть выше уже, потому что навык обаяния у него седьмой, а у меня шестой уровень пакости. Но, с другой стороны, Игорю там нужно завести 20 друзей, а мне друзей заводить не надо. Мне нужно совершить ритуал вуду пять раз и засорить сливы в трех домах. И это как бы не особо сложно. Поэтому Игорю нужно еще и дружить со многими. Ну, в общем, как-то будем стараться. Будем дальше пакостничать. Не знаю, насколько будет этот челлендж. Может быть, на серии 20. Но это лично мое мнение. Блин, ребят, уже три секунды остается до окончания. Поэтому я буду уже нажимать на паузу. И наша Рэйчел как раз-таки в процессе вспомнит. То есть, наоборот, забудет все. Да, именно на этом моменте она забудет о том, что она пакостничала всю ночь и станет вновь доброй. А я на этом моменте буду заканчивать серию. У нас как-то, что не конец серии, всегда у Рэйчел глаза какие-то ошалевшие. Что в прошлой серии она закончилась на том, что Рэйчел была в ошалевшем состоянии. О, кстати, а мы же, помните, ребят, мы стырили это самое диванчик? У нас диван есть? Мы... А где диван? Мы же украли диван в прошлой серии. О, я не знаю. Мне кажется, мы диван украли. А может, и не крали. Ну, не знаю. Ладно, не помню. Но мне показалось, что мы украли диван. Все, ребят, я буду на этом заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Это была восьмая серия. Следующую девятую серию вы сможете посмотреть на канале у Игоря. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok